Приветствую вас! Значит, меня как психолога скорее заинтересовало то, почему у вас возник вопрос о том, стоит ли выходить первой на связь с ним. То есть, получается, что либо вы какой-то контекст видите в этой ситуации для себя. То есть, вот вы видите определенный контекст в том, например, что мужчина вас обманул, или не оправдал ваши ожидания, или поступил как-то плохо, либо у него изначально были не очень хорошие намерения. Вот. То есть, чувствуется у вас какая-то напряженность, что ли. Вот. По отношению к нему. Это первое. И понятно, что напряженность она в общем и целом связана с вами, с тем, как вы воспринимаете вот эту ситуацию, что произошла, и с вашими желаниями, и тем, чего вы хотите. Дальше. Дальше. Вы пишите, что молодой человек пригласил встретиться, посмотреть фильм, это все у него дома. То есть, тут нужно смотреть на условия вашего знакомства, в первую очередь. Как вы познакомились, по поводу чего вы познакомились, а по какой причине мужчина сразу зовет вас домой к себе. Это тоже очень такой деликатный момент, потому что незнакомый человек уйти домой сразу, это несколько странно. Вот. И как вы отнеслись к этому? К тому, что он позвал вас домой. Вот. То есть, мне кажется, что этот аспект нужно обязательно исследовать. Дальше. Дальше. Вы говорите, что я сказал ему, что подумаю, да? Вот. Вот. И когда пришло время отвечать, сказала, что сегодня не смогу, давай завтра. Вот. Тут тоже есть аспект такой, что вы аргументировали свой ответ. Чем? То есть, вы изначально не хотели идти, например, с ним. Если изначально не хотели, то это одно. Если хотели, но решили его проверить, это другое. Если у вас действительно были дела, это третье. То есть, важно, здесь важно, насколько вы искренне были. Значит, ну вот, именно в своих, в своем высказывании такого рода. Дальше. Мужчина сказал, посмотрим, какие у вас были ожидания на этот счет. То есть, чего вы ожидали на этот счет. Ожидали ли вы, что он действительно реально примет ваше предложение на следующий день посидеть дома, например, да? Или нет? Понимаете? То есть, тут очень, тоже важный момент. Чего вы, чего вы ожидали. Вот. Для себя, конечно. Потому что, в зависимости от того, чего вы ожидали, в зависимости от того, чего вы хотели, вы, собственно, себя и ведете. И, собственно, чувствуете, ну, чувства ваши такого рода. Понятно, да? Понятно, да? Надеюсь, о чем я говорю. Вот. А, дальше. Значит, и все, после этого пропал. Не пишет, не звонит. Ну, понимаете, поскольку, в принципе, поскольку, в принципе, это не означает, что мужчина не хочет с вами взаимодействовать, да? И у него действительно может быть что-то случилось. То я полагаю, что один раз проявить вежливость, да? Вы можете и написать ему просто как проявление вежливости, проявление обходительности, проявление, так сказать, хорошего тона. Вот. И мне кажется, что это очень важный момент. Но, с другой стороны, с другой стороны, вы уже говорите о таких вещах, как забить и забыть его. Но, тем самым, тем самым, как бы намекая, что для вас он уже стал что-то значить. Что вы к нему испытываете какие-то чувства. Вот. Ибо забыть его забыть вы не сможете. Потому что, ну, из памяти вам его в любом случае не выкинуть. Это невозможно. Вот. То есть, тут получается, что он вам доставляет, вероятно, какой-то негатив, может быть. А-а-а... Понимаете, какой аспект. И вот негатив, если он есть, если есть этот негатив. Его, конечно, нужно рассмотреть, с чем он связан. Вот. В целом, ваше знакомство изначально не подразумевало какого-то длительного устоявшегося контакта. Вот. Поэтому, на мой взгляд, совершенно нормально, что мужчина воспринял ваш отказ достаточно однозначно, что вы не хотите не проводить время. Вот. И в то же время человек даёт вам понять, что, ну, что вы ему важны не настолько, чтобы ради вас там что-то делать, например. Вот. Чтобы ради вас откладывать на потом, скажем так, удовлетворение своих, допустим, каких-то желаний. Вот. Вот то, что можно вам сказать, то, что можно вам ответить, значит, на ваш вопрос, который вы даёте. Вот. Надеюсь, что вам это было полезно. Здесь нужно обязательно отметить то, что... От характера вашего знакомства зависит то, как мужчины вас видят. Во многом зависит. Поэтому, если ситуация постарается, то нужно анализировать то, как вы себя преподносите именно вот при знакомстве с мужчинами. Возможно, вы там что-то делаете не так. Ну, что-то не так, имеется в виду то, что не соответствует вашим целям изначально, вашим желаниям. Ну, и сами цели, в принципе, тоже можно инвентаризировать. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok